Ну вот, братья и сестры, мы с вами уже на Тукса-де-Сейлор плывем, точнее идем по воде. Где? На прекрасном архипелаге Соловки. На прекрасном архипелаге Соловки. Телефон этот удивительный, слава богу. Я достал, он пролежал ночью целый день. На Валаме, в Ладожском озере. Здесь я прошу Бога, чтобы такого не произошло, и я смог снять для вас хороший, добрый, православный фильм. Все. Богу нашему слава, кресту твоему поклоняемся, Христе Боже, и честное воскресение твое чтим и славим. Аминь. Богу вся слава. Соловки. Господи Иисусе Христе Божий наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сей, и прости в нам все согрешение наше. Помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им поделом их, но повелиться милости Твоей. Обрати их неверных ко правоверию и благочестию. Верных живые же уклонитесь от зла и творите благое. Наши всех и церковь Твою святую, всесильная Твоей крепостью, от всякого злого обстояния милостиво избави. Отечество наше от лютых безбожников власти их свободи. Правоверным же царям придашь. Жертву беззаконную на земле нашей бесовом приносимую разори. Верных же рабов Твоих скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе. Много болезненный вопль услыши, многомилостив Божий наш, изведи из истления живот их, подажи мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим. Их же честной Твоей кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди. Вы ежи не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославляйте причестное имя Твое. Терпи льва душни, не злобиви, Господи, во веки веков. Аминь. Это русский антиминц. То есть каждый камешек этого монастыря окроплен кровью мучеников наших отцов, расстрелянных здесь на соловках, замученных. Большинство здесь получили приговор к расстрелу. Нам бы людям, посещающим эти святые обители, быть хоть немножечко, приблизиться к этой святости, благоговейности. А то в наше время туристов как цыплят ведут по храму, по этим святым местам. А они даже 90% к оконию не успевают приложиться. Я категорически против таких экскурсий. Надо каждому отбиваться от экскурсии. Я за то лично, что в экскурсии это было лишь первое посещение. А потом вы должны сами строить отношения с Богом. Не как цыплята ходить. Инкубаторский, Господи, помилуй нас грешных. Субтитры подогнал «Симон» 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 Чайки У самых стен Этого святого и дивного архипелага И вот я хотел обратить внимание На один камень Тон под 10 камешек Вот как вам такой булыжник Вот какие силы надо Чтобы его приподнять И поставить туда Тон 10 Потом поближе И вам еще покажу его Слава Богу За этот прекрасный временный мир За его интересные розовые облака В отражении рек За поющую молодежь И цветущую траву Аминь И Богу слава Субтитры подогнал «Симон» За святую Русь помолюсь Чтобы Божью нить пробудить Чтобы русский дух Да не потух Чтобы русский глаз не утать Чтобы русский дух Не потух Чтобы русский глаз не утать Чтобы русский стих не утил Чтобы русский храм не был сам Чтобы русский храм Чтобы русский люд Да не был вглубь Чтобы русский где плыл на бед Чтобы русский люд Не был вглубь Чтобы русский где плыл на бед Чтобы русский хлеб не взявил, чтобы русский лес не исчез, чтобы русский хлеб, спелый хлеб, чтобы русский хлеб звал в гресть. Чтобы русский хлеб, спелый хлеб, чтобы русский хлеб звал в гресть. Чтобы русский щит не был бит, чтобы русский меч спас от света и лечь. Чтобы русский крать не обнять, чтобы русский царь был как старь. Чтобы русский крать не обнять, чтобы русский царь был как старь. Чтобы русский латвий, чтобы русский краткий, чтобы русский хранит, чтобы русский роман не было в гресть. Чтобы Русь равнялась, молюсь Чтобы Русь не канула в Русь Чтобы Русь равнялась, молюсь 1690 года рождения, 1803, почул в Бузе Это атаман Теперь его надгробный камень Господь наш Иисус Христос Идет молитва Идет молитва Значит, здесь погребено тело Бузе почившего Кашевого Бывшей некогда Запорожской грозной сечи казаков Атамана Петра Кальнишевского Сосланного в сию обитель Как сейчас камеру так поближе, чтобы вам виднее было В сию обитель по высочайшему повелению В 1776 году на смирение Он в 1801 году по высочайшему повелению Снова был освобожден Но уже сам не пожелал оставить обитель В коей обрел душевное спокойствие Смиренного христианина Искренне познавшего свои вины Скончался в 1803 году Октября 31 день в субботу 112 лет от роду Смертью благочестивого Доброю Блаженни Мертвие Умирающие О Господи Аминь 1856 год Вот Надгромная Надгромный камень Атамана Умирающая У нас на Руси пустынь нет, но есть пустыни и леса. И вот преподобные, они отправляются сюда, сюда, на этот остров. Преодолевые, они входят до 3 дня, и плотко прибило к берегу лиджей, а с северо-западнее, там все находятся в Саваре. И там они, в Саваре, в Саваре. И когда Саваре отошел в Саваре, первым нам увидел, как в Саваре. Саваре отошел в Саваре отошел в Саваре отошел в Саваре. Саваре отошел в Саваре отошел в Саваре. Саваре отошел в Саваре отошел в Саваре отошел в Саваре. Это моя келья на Соловках. Приветствую, братья и сестры. Чайники, насосы. Сейчас все вещи надо собирать. Начался великий, точнее, слава Христу Спасителю во веки вечной. Начался Успенский пост. Носки Святого Духа. Надо пойти помолиться. Благословил Отец Евлогий. А Отец Евлогий со Святой горы Афон благословил мне вот этот псалтырь. И я его никак за все это время, как с Афона поехал, не успеваю, никак не успеваю читать. А это от Ксении Петербургской листочки. Так вот теперь на скиту почитаю, надеюсь, во имя Отца и Сына и Святого Духа.